Парк Изумрудный самый яркий пример усилий властей, проектировщиков общественности по созданию места притяжения людей. Его руководитель Владислав Вакаев выделил семь тенденций развития парковых пространств. Им следуют сейчас передовые регионы, в том числе централизация управления парками, создание проектных офисов, эффективное обслуживание парков, привлечение волонтеров и предпринимателей, внедрение аграрных технологий. Не только. Все понимают, вложения окупятся. Я лично по Изумрудному посчитал и пришел к выводу, что каждый рубль, вложенный в реконструкцию Изумрудного, дал не менее 8 рублей эффекта только в виде здоровья людей. Это одно из самых эффективных вложений в бюджетные средства, которые можно только придумать. Мы еще не считаем другие эффекты. Правда, в основе свои такие пространства, как Изумрудный, появляются благодаря национальной программе формирования комфортной городской среды. Многие уверены, нужна и местная. Краевая программа нужна, да. Она назрела. Она вчера еще была нужна. Краевые власти понимают, средств федерации на создание модных и современных пространств, а только общественных территорий за 7 лет было создано порядка 330, не всегда хватает. Приходится помогать краевыми. О программе местной обещали подумать позже. Логика сегодня нашей работы в том, что муниципалитеты, это их прямая ответственность и задачи должны обеспечивать эту работу. При этом, если необходимы какие-то, скажем, наши совместные работы, мы готовы ее вместе организовать. Создавать краевое предприятие, которое будет заниматься муниципальными объектами, ну, пока вот такого задачи и смысла не видим. Законодательная власть тоже готова рассмотреть, как может помочь развитию общественных пространств, к примеру, проект поддержки местных инициатив, или как использовать государственно-частное партнерство. Я убежден однозначно, без участия бизнеса, без их инвестиций, развитие этих пространств, оно, в принципе, невозможно. Не может государство постоянно содержать общественные пространства. Вот, поэтому мы уже неоднократно в качестве примеров с отдельными предпринимателями взаимодействовали, у которых в том числе есть собственности объекты исторического, ну, толком, будем так говорить, для того, чтобы эти объекты восстанавливать, для того, чтобы использовать их в качестве общественных пространств. Но без налоговых послаблений бизнес вряд ли будет серьезно вкладываться, и это тоже может найти отражение в краевой программе. Председатель Барнаутской городской думы поддержала необходимость появления такой региональной программы развития общественных пространств. Несмотря на наличие городской, общекраевая помогла бы решению многих вопросов. По ее мнению, нужна и единая дирекция управления парками. Такие уже существуют во многих регионах. Общественники двумя руками высказались за такую дирекцию. Такая объединенная структура, которая руководит несколькими общественными территориями, и не обязательно она даже на территории одного города. Это именно типовые задачи и типовые проекты по всему краю. Это оптимизация расхода бюджетных средств. Общественники считают, что нужен и совет парков, как орган взаимодействия с властями. Архитекторы между тем настаивают. Барнаул все еще не дотягивает до нормативов по наличию зеленых зон. По мнению Андрея Таджанова, нужна прописанная стратегия, как правильно эти зоны наращивать. Нужно стремиться к этому и стратегически понимать, что осознание количества метров квадратных сегодня и количества метров в идеале, оно само по себе ничего не дает, если нет понимания, как к этому двигаться, какие шаги-то надо принимать. Итогом круглого стола стала резолюция, которую Общественная палата направит в правительство края, КЗС и администрацию Барнаула. А летом в Белокурихе обсуждение важной темы развития общественных территорий продолжится. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Оно позволяет.